Игра на трубе, игра на вилончели, игра на барабанах – все это ежедневный труд артистов Национального симфонического оркестра. Зачем на репетициях они играют в пинг-понг? Проведем свое журналистское расследование. Национальный симфонический оркестр ежедневно репетирует в Государственном концертном зале Башкортостан. Музыканты уже 29-й концертный сезон на сцене. За свою творческую жизнь коллектив исполнил более тысячи концертов в республике и в Европе. Но несмотря на колоссальный опыт, музыканты ответственно подходят даже к репетициям. Приходят заранее и разыгрываются. Это все равно, если бы мы приходили за час перед уроками. Ульяна, расскажите, почему музыканты играют в пинг-понг на репетициях? Музыканты играют не на репетициях, а во время перерывов. Потому что мы сидим час-час пятнадцать и хочется размяться. И вот у нас мальчишки нашли такой способ, как бы мини-физкультурки такой. На протяжении нескольких лет Национальный симфонический оркестр принимает участие в благотворительных и культурно-образовательных проектах. Десятки мероприятий в детдомах, домах престарелых и так далее. Успех в развитии мировой, российской и национальной музыки позволяет коллективу оставаться визитной карточкой классической симфонической музыки Башкортостана. Я никогда не видела барабан таких размеров. Можете что-нибудь рассказать о нем? Это называется большой барабан. Он используется в симфонической музыке, в духовой музыке, в любой музыке. Он нужен для того, чтобы придать звуку объем, какую-то глубину, усилить именно сильные доли. Можно играть вот в центр. Попробуй. Интересно то, что в коллективе около ста музыкантов, и все они слышат и чувствуют партии друг друга. Иначе как бы они составляли единый оркестр? Мы присутствуем на репетиции для выступления в городе Ишимбай. У каждого музыкального инструмента есть свой характер, свое звучание. И мне кажется, что музыканты даже похожи на свои скрипки, барабаны. Кто-то серьезный, а кто-то, несмотря на ответственную работу, не забывает о развлечениях. Амина Саидова, Норислав Хайреев. Специально для проекта Культ Ура.